здравствуйте друзья утро санта-круз никогда еще так рано ваши блогеры не выходили на свой прогулочный промысел 8 утра а почему мы вышли сегодня 8 утра скажи света почему потому что сегодня будет жара жуткая как вчера но да вот вышли мы а всюду пахнет гарью вот это вот очень странно мы вчера приехали разве пахло гарью нет но было наверно лучше но в долине сейчас еще хуже то есть видно ветер эту сторону откуда ты знаешь что вдали а у меня же показывает прибор прибор ну покажи вот может быть ребятам кадре покажу что за прибор у тебя показывает солнышко нам немножко в глаза светит давай в тени найду мы друзья со светланы идем с микрофончиками у каждого можно отходить друг от друга если что так ну-ка ну смотрю тут показывает дома 50 зеленый зеленый дома хорошо зеленый показывает 100 редутите пока 103 уже не важно я просто покажу уже оранжевый красный а санта-крут 97 желтенький даже в шафон бы и 113 . у нас фигово подожди дай москву покажем то есть получаешь москва даже еще видишь москву могу лучше чем даже вот видишь да а люди рвутся неизвестно куда пожар так могли бы ходить экология там у них замечательно все значит да ну там света ты знаешь что тут мне кажется сравнение не очень хорошие у них пожаров же нету так ты сравниваешь пожарное место с не пожар нет я сравниваю состояние окружающего воздуха с точки зрения каких-то наличие частиц пожар не имеет отношения понятно что москве воздух нехороший целом но вот я смотрю на прибор поскольку вот мы с юрой как-то общались я выставила туда москву просто ради интереса ну получилось это интересно сразу знаешь я помню мы когда с тобой последний раз там были 2003 году у меня несколько раз было ощущение что сейчас в обморок упадут от проезжающих машин и вот как от них это выхлопные газы какие-то жуткие были но ты понимаешь как вот мы видим что тут есть два показателя до один показатель это наличие вот частиц да вот таких которые оседают в легких а второй показатель это наличие процент углекислого газа да да я думаю когда на улице вот смотри если там выхлопные газы всюду эти дома которые мешают уходить ему куда-то то может быть там на уст на низком высоте человеческого роста может концентрация более высокая то конечно они вот там где люди ходят и машины ездят и не знаю там где-нибудь там на высоте норме там 5 этажа или 10 уже надо совсем другой воздух я не знаю вообще мы как-то всегда были далеки от этого есть не пожар сейчас я думаю что ли об этом думаю я думаю что понимаешь и потом ты сравниваешь по ощущениям придя из одной среды в другую да то есть на на контрасте так вот а те люди которые там уже придышались я думаю что ты каждый день дышал вот так вот пахло бы горю так сказал нормальный воздух хочу не ну конечно если привыкте конечно ну тяжело сейчас дышать это правда зон немножко немножко как-то нету свежего воздуха знаешь у меня такое ощущение что темновато вот я смотрю на камеру свою что-то там показывает меня такое ощущение что темного но она против солнца показывает да давайте друзья повернемся вот так я посмотрю так она вот так посветлее до посветлее согласен я знаю чтобы не было против солнца чтобы было вот туда в бок на светочки на красивые и все равно как-то ощущение темноты . давай мы поговорим на тему для нашего зрителя который ему 30 ник он у него первого не оба бичка рождается девочка должна быть и он проникся как бы вопросом ответственности очень рад и счастлива теперь будет не одна девочка а будет две то есть у него уже не 1 жена а жена тоже делать вот и значит и он в общем напутствие какое-то хочет вот как вообще девочек воспитывать ну как воспитывать или просто вот вообще вот как чтобы быть хорошим отцом он у нас прежде всего любите ребеночка любите ребеночка стараться вникать его вообще люди по-разному любят детей вот вопрос ты знаешь я тебе скажу что наши даже представление о том как воспитывать детей они претерпели очень большие изменения конечно за те там 50 лет 40 лет как у нас ну да но хорошо так вот я помню что по молодости лет мы как раз и когда только-только женились мы и поехали с тобой в санаторий туда вот и да мне попался на глаза журнал который по тем временам назывался семья и школа да там получилось так нас у нас была курсовка не путевка а курсовка то есть мы 30 рублей человека мы получили возможность поехать в санаторий вообще-то это было смешно зачем ты об этом мы сейчас про семью и школу и мы жили в доме в частном а хозяйка дома была замучем в школе вот собственно и все она была замучем в школе и у нее в комнате где мы жили там лежала подписка там за несколько лет вот этого журнала семья и школ мы наткнулись на него и свете очень понравилось мы когда вернулись домой ты смотри голые свет вообще голые без ничего но смысле без костюмов нет но сегодня будет 34 градуса думаешь вода тоже нагрелась как-то от такой жары конечно весь океан не нагреешь но все-таки было потепление нас да по интересно ну что идем так так вот мы даже выписали этот журнал семья и школа много лет его выписывали до читала все от корки до корки и это было и было 19 лет 18 20 да дело в том что этот журнал не дал какой-то понимаешь понимание немножко ну опять на уровне советских учителей может быть там который там писали воспитателей какое-то понимание взаимоотношений с ребенком но безусловно молодому папе да чтобы всего себя немножко как-то так образовать в этом направлении неплохо вы чего-то почитать посмотреть и тогда помнишь были книги там их вообще невозможно было купить в ссср вообще никакие вода можно было купить кроме материалов очередного съезда партии вот и вот частности доктор спок и там еще была какая-то называлась о мой ребенок какая-то была чешская женщина у нас ее не было спок у нас был да ты читал его спок ну конечно как хорошо писал я не помню как он писал я не меньше всего смотрела на то как он писал там он давал практические советы которые немножко шли вразрез с тем что какие представления на тот момент были у нас у нас были такие более жесткие представления да то есть ребенка нужно кормить по часам там если он хочет кушать все время когда не часы ничего не да ну в общем как-то было более строго он более натурально подходил к этому давай вот все все таки что делает хорошим отца по сравнению с не очень хорошим или совсем плохим не но смотри у каждого этапа развития ребенка и свои задачи когда ребенок только родится задача отца дать так можно больше времени маме отдохнуть потому что мама уже настолько из чумеет этого ребенка кричащего по ночам вот поэтому помогать то есть он как хороший отец должен делать так чтобы у мамы ребенка было хорошее настроение и она чувствовала поддержку и что она любима и бабичкой вместе и так далее когда ты скажу что у них именно семья он должен понимать что ему персонального внимания теперь будет гораздо меньше потому что не все мужчины это понимают и они требуют того же уровня внимания к себе забросила меня да да понимает что уже на вас стало трое и это неотъемлемая часть уже отношения на троих они на двоих да и тут еще и пахнет господи нужен пахнет мы мочой так ладно идем дальше и так далее когда он по мере того как он растет то есть это не бездомные тут это не бездомные лагерем стали нет это рыбаки описывает они тут что ли вот то есть эта вещь которую нужно понимать когда ребенок только родился конечно ему нужно больше именно ухода внимание к его нуждам когда он кричит все понятно дальше идем и так далее а когда он по мере того как он растет а когда воспитывать надо вот когда воспитывать надо уже понимаешь что нравоучениями мало чего можно добиться и просто разговорами делай так а не иначе примером лично надо или как ты знаешь дети схватывают на листу они схватывают какие-то невербальные сигналы и ты даже не понимаешь что они это ухватили потом просто смотришь лопа ребенок тебя копирует поэтому на себя посмотреть фраза что дети воспитывают за собой вот психологи например говорят что любые проблемы ребенка это проблема его родителей пришло от родителей да да поэтому смотреть надо но и конечно неплохо вы немножко подразобраться вообще с воспитанием там с образованием это хотя бы поверхностно это не говоришь уже отдельное образование получать но хоть чуть-чуть взаимоотношения эти понимать потому что например я сколько лет назад там говорил у нас на канале что детей бить нельзя да а мне зрители пишут комментариях а как как же тогда воспитывать я помню ну типа нас били и как бы все нормально вырос но но тут интересно за эти за эти много лет вот что мы даже уже там у меня 10 лет канал существует а я это говорю много лет назад я думаю что сменилось поколение родителей потому что сейчас молодой человек пишет ему там 30 лет ему 30 лет он сам еще очень молодой скорее всего его самого тоже не били в детстве то есть его родители уже нет нет я тебе скажу что я старше меня не когда мы были маленьких но было было вот мы в наше время когда мы были маленькие это было там ну не то что там детей колотить хотя были такие которые колотушками колотить ремнем там и все но во всяком случае как-то это было ну подзатыльник дали нормально но как бы это был был ну в общем отношения нашлепали может быть два раза у меня тоже не то чтобы часто но во всяком случае было было вот отношение к этому было другое чем уже когда мы воспитывали своего ребенка поэтому молодой папа скорее всего уже воспитан в парадигме такого более бережного отношения к детям это безусловно он же спрашивает как быть хорошим отцом то кто когда вообще спрашивал это же дорогого стоит сам вопрос конечно да разве чем задумывается он будет более осознанно подходить к тому что как делай да ну ты я считаю из того что ты сказала что первое самое что надо ребенка любить и это в общем то не то что вот как сказать само по себе это делает человека хорошим отцом но дело в том что для ребенка очень важно вот это ощущение того что тебя любит безотносительно безотносительно ничего безотносительно ничего да то есть у тебя может быть много игрушек или мало у тебя может быть много одежек или мало и так далее так далее но нет и может быть хорошим ребенком или плохим вот в чем дело ты можешь быть послушным или непослушным у тебя родители любят все равно и вот это взаимопонимание собственно то какой ребенок хороший или плохой очень сильно зависит от того количества внимания и любви которые ему перепадает потому что дети себя плохо ведут протестно а для того чтобы привлечь внимание и закричать я же здесь любите меня внимание не хватает вообще надо сказать что дети в целом стараются быть хорошими стараются чтобы их похвалили стараются чтобы ими были довольны то есть дети не 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 революционеры хотя разные бывают дети стараются на себя обратить внимание то есть если мне достает родительского внимания то они всеми им доступными способами старается это внимание к себе привлечет как он кричит вот когда он маленький совсем он делает это интуитивно на то есть он хочет кушать он кричит когда он становится старше не останутся больше средств апелляции к родителям начинает изгаляться безобразничать безобразничать начинает доводить специального девочку за косичку дергать чтобы внимание обратить он не знает как это сделать но ему хочется внимание но дети на самом деле они хорошие манипуляторы они в каком-то возрасте начинают очень активно этим пользоваться тем более если они видят что это срабатывает то есть если например истерики и скандалы и помогают да и что-то то что ребенок делает нехорошо помогает привлечь внимание то он будет продолжать использовать эту же самую практику как быть нормально то есть на самом деле хорош папа это не тот который тратит больше денег на ребенка и скажем следует его капризом потому что это как бы путь в общем не к тому что вырастет что такое чем ты потом будешь гордиться но с другой стороны нужно тоже понимать что ребенку нужна некоторая степень свобода да то есть если например как бы противоположность там не потакать капризом это такая знаешь военная структура когда ребенок зажат и он должен белый раз делает два и отклонение от норм это уже как ненормальное поведение ты знаешь что бывают дети которые наоборот как-то начинают лучше себя вести правильнее когда попадают жесткую систему то есть вот там специально вот в америке даже есть такие школы как бы милитаризированные вот есть дети которые в обычной школе себя идут плохо ты не любишь сравнение но тем не менее вот трамп когда был маленьким да он был мерзким ребенком абсолютно мерзким его родители вообще мама не могла с ним справиться вообще никак потому что книжку читала да на каждое слово он отвечал 10 ругался спорнословила тогда и всех посылал никого не слушал и мама его пишет так наверное папа его поддерживал папа знаешь как папа занимался своими делами он вообще мало кого поддерживал мало кого обращал внимание но мама чувствуешь она не справляется и возрасте там 10 11 лет его отдали вот военную школу и мама скажу она почувствовала огромное облегчение когда он исчезла из дома потому что у них не было никакой возможности у нее лично она была слабая женщина не справляться поэтому он болел где-то у нее была из детей родился да у нее было стопороз и она все получим одним человеком таким субтильным и больным и не справлялась с ним у него была бешеная энергия и напор и в общем он гнул свою линию в армии так его немножко успокоили он учился приспосабливать скажем так но он учился приспосабливать я не думаю что армия поменяла его как-то сильно изнутри потому что мы все все-таки рождаемся разными как бы не создавать конфликтов но он и приучился он в чисто внешне приучился создавать иллюзию себе немножко наш какой такой образ немножко лучше чем он птички вряд ли вам видно близко но там есть птички побольше и птички поменьше как эти здоровье со здоровенным клювом называются след пеликаны ну типа типа того да пошли ай подожди мне нужно собачий пляж друзья не людей не собак ничего там толку просто ранее лежать ну рано рано поэтому может быть вода зато обратил внимание что сейчас хороший пошел воздух от океана уже писал гаррию пахнет слышишь может быть вода теплая чего-нибудь так голые там упали с утра нет но теплая не думаешь она теплая теплая там как 25 градусов но можно градусов 20 но может быть в контрасте с воздух температурой воздух так вот возвращаясь к детям значит понимаешь каждый ребенок это целый мир целый мир конечно неплохо знать и понимать родить ребенка иногда может быть какие-то проблемы может быть неплохо со специалистом посоветоваться потому что если ты чего-то сам не можешь а это часто бывает ну кто-то должен помочь чем запускать например как считаешь нормальных специалистов ну послушай тут молодой человек готовится стать счастливым папой специалист как быть хорошим отцом новых внимание ребенку да да это уже когда проблемы возникают какие-то еще до этого дожить надо мы видели людей которые абсолютно не занимались ребенком вот помнишь да у нас есть знакомые у них ребенок она подходила для девочки лет 8 она когда смотрела телевизор значит она подходила прямо к экрану ей говорят что что там стоишь мы же не видим она гитая так не вижу и мы терпыры мы говорим и родителям она же у нее проблемы со зрением и надо к кулисту отвести там вот они к да ладно нормально чё там мы мы со светлой настолько офигели мы просто наорали на них они пошли ребенка перед врачу им тут же ребенку тут же выписали очки суждали на скамейке вытряхнули там давайте я простим уговорю что то есть а там сама там знаешь сама нет на самом деле поскольку ребенок не в состоянии какие-то вещи озвучить что с ним происходит то родителям иногда неизвестно даже в чем причина например какие-то проявление поведение но в частности эта девочка допустим она становилась перед телевизором и родители не понимали почему она всем загораживаю гоняй а это самое а у меня была история что когда дочке было лет пять или шесть она ходила в сады у них там проверяли зрение в саду то есть как бы было нормально все но вдруг мы едем в этом самом поезде метро и мы сидим там на скамейке она противоположная стороне то есть чуть через ширину вагона над дверью висит схема метро она уже хорошо читала я говорю вот врачи название станции я поняла что они видят подожди подожди мне еще вторую я поняла что она не видит то есть вот буквально случайно хотя у нее в саду проверяли зрение и как бы ничего никаких отклонений не нашли все такое но когда мы уже поняли что она не видит конечно мы пошли за пройдем у него щечки были но во всяком случае порой очень трудно диагностировать именно потому что ребенок не может сказать вот взрослый скажет вот я не смотрю и не вижу а ребенок не скажет он просто тебе начнет какие-то неправильные ответы говорить может быть для того чтобы показаться хорошим будет что-то придумывать понимаешь да ну в общем надо сказать что хорошим папой быть на самом деле не сложно в том смысле что учиться надо да вместе с ребенком расти вместе с ребенком начинать понимать какие-то вещи которые может быть открытым может быть не сложно но и не просто как-то это не наука который надо учиться там школу ходить никто из нас не стал папой хорошим от того что ходила какие-то курсы брал ну я считаю что мне ощущение этой литературы она вам помогло как-то подходить более так творчески к этому процессу ну вот мой папа например который воспитывался в семье без отца у него отец умер когда он был там два года полтора и мать воспитывала двух мальчиков и конечно очень тяжело было материально и физически она работала зарабатывала мало очень вот и у нее единственный прием воспитания было это на их колотила уже они не слушали помогал и не за помогал или нет но папа на всю жизнь сохранил это воспоминание обиду на маму который чуть что сразу закидалась за ремень и белых нещадно то есть такие вещи они остаются надолго хотя в то время это было как бы относительно общепринято не слушается да ремнем побил вот он испугался и как-то затаился ну что давай мы молодого чек скажем что мы верим что он будет хорошим папой но без сомнения будет раз он задает себе вопрос как быть хорошим может быть не только одна девочка у него больше чем 1 со временем это может мальчиком неважно во всяком случае дети делают семью такой полноценный содержание наполняет да и как бы смысл какой-то такой которого нет когда просто молодые люди там я не знаю любовь морковь там они вместе время проводят там отдыхают ездят туда-сюда но когда появляются детки и общая забота и так далее я знаю много семей которые когда дети выросли у них вдруг появилась ну как бы пропало то что и вместе объединяло знаешь вот бывает что там так бы у них ничего особого и не было вот ребенок они вместе а когда ребенок ребенок вырос и ушел мне вдруг они смотрят друг на друга и спрашивать себя раз чего мне вот с этим человеком там и так далее то есть были семьи мы знаем такие которые развалились на этом ну как раз это совпадает с кризисом среднего возраста да да и поэтому когда в семье несколько деток особенно они там с разницей там я не знаю лет восемь-десять восемь десять это уже много я согласен я но просто с точки зрения того чтобы занятие было у людей ой слушай уже восемь-десять не хотят люди сначала сначала когда 20 у нас был такой момент ночью для вас эти было 21 год его и дальше получилась такая история что когда уже нам к сороковнику было уже в америке и мы подумали может быть нам еще одну старше уже университет выезжала и как-то вот были сомнения такие но мы не решились уже ответственность большая и вроде как двойной цикл то есть когда разница небольшая даже 10 лет это не то самое что 20 то есть это все сначала да это ребенок пошел в университет и тебе уже 60 но сложно как бы дети цементируют семью так можно сказать если это семья нормальная бывает наоборот пока он у нее так муж как ребеночек она им занимается в но появляется конкуренция видишь реально ребенка и такие семьи тоже разваливаюсь такое тоже бывает да именно когда ребенок появляется поэтому важно чтобы он был ребенок приходил семью где его ждут где его любят это еще задолго до того как он родился уже до этого ребенка воздействует когда он в утробе в материнской и его любят и ждут это уже он уже начинает делать конечно нам говорят что он вообще там лежит и все слышит и все понимают нет он может не все понимать но он все чувствует да а иногда даже чувствовать важнее чем понимать ну да во всяком случае довольно много чего происходит и формируется когда ребенок еще в утробе и смотри какие люди так вот бежите говорят good morning